Снимки уже после оперативного вмешательства, после удаления этого образования. То есть мы видим, что образования нету. Здесь вот остаточные контуры. Коснохрящевой экзостоз. Таким диагнозом в областную больницу поступил житель Копейска. Почти 10 лет Пётр мучился от болей в ноге. Обращался в разные больницы, но помочь ему не могли. Нарост под коленом, вырос до размера кулака и практически лишил мужчину возможности нормально ходить. Он давил на сосуды и мешал кровоснабжению. Промедление с операцией могло обернуться потерей ноги. Артерия была окклюзирована длительное время. И, собственно говоря, с этим надо было что-то делать. Ни в одной больнице не брали за лечение этого пациента, потому что есть определенные риски, связанные с повреждением магистральных сосудов, магистральных нервов. В областной больнице на рискованную операцию решились быстро. Квалификации у местных врачей хватает. Работали двумя бригадами. На первом этапе травматологи удалили образование. На втором привлекли сосудистых хирургов для трансплантации вены. Нами была задействована подкожная вена с противоположной конечности и имплантирована вместо подколенной артерии в зоне, где было удалено вот это самое костно-хрящевое образование. В результате чего пациент сейчас может спокойно передвигаться. Его нижняя конечность адекватно кровоснабжается. Операция прошла успешно. Мужчина рассказывает, что уже чувствует себя лучше. Начал ходить и ждет полного восстановления, чтобы заняться любимым хобби – ездой на кроссовом мотоцикле. Раньше не получалось, потому что нога не сгибалась в колени на 100%. Мешала, болела при долгой езде на мотоцикле. Ну а сейчас я думаю, что мое хобби реализуется. И я буду полноценно кататься, сколько пожелает душа. Врачи говорят, что теперь у Петра сосуды, как у здорового человека. На рост ушел навсегда. Пока мужчина находится под присмотром докторов и ждет скорейшей выписки. Марина Митрофанова, Азиз Хаджиев, 31 канал.